карта второй миромар и последний для этого сезона на ваших экранах высадка файз не на или захаре наконец выводы сделаны он тогда не хорошо играли или поза хорошо играть мунта но его причем сплитом 22 повторюсь повторить свои слова со вчерашнего дня то есть сейчас они до вылетели вылетели в монтане во все ок я доволен немного юник не долетают а так понимаю они сейчас падают на тачке сверху импалы и едут в порт поразе но пока неизвестно какой круг они могут кстати сами импалу полутать в принципе то есть если могут да если видишь никого нет да то есть они сначала посмотрят кто там рядом с ними вообще летит кто чем занимается но и вот они стендингс кстати говоря файзы уже третье оптик в топ-2 господам да тем не менее unique отставание больше 200 . в 250 даже то есть по итогу очень сложно математика так вычисляет арендумент уже на четвертом месте карина здесь круг квадрат сколько получается насколько 250 как раз здесь все тачков до 50 даже не отлично справились с подсчетами до фифтик действительно red diamonds топ-4 остаются только а в г которым нужно попасть 5 им для этого нужно заработать всего-то там нужно просто победить так хотя бы одну карту дальше стабильно да что-то себя гитара здорово миромар нас балуют сегодня зонами не удивлюсь если кто-то будет крутить как-то через низ через лос хигас или призом да в принципе возможности перебраться нету команда unique едет очень опасно сейчас данный момент но они по идее свернут от импалы налево и проедут по вот этой береговой такой вот скрытой тропинке там такая вот есть на тропинке дорожки но нам показывает команда энви которая лутает автория хумаду кстати говоря такой вот не часто на самом деле наблюдаю я чтобы тория хумаду лутали долетает то есть только если самолет какой-то в какую-то сторону летит финиш там на компа милитор да тогда какая-то команда может рискнуть прыгнуть но энви те еще затейники седьмое место кстати говоря занимает две тысячи 374 очка они заработали найтся у нас топ-6 united топ-5 ну вот приятно видеть все таки в топ-5 пока что две команды и них страдают да кстати говоря судя судя по всему безопасно проехать не получилось бешик таши накрывают мс вопрос только в том да и кстати говоря там по моему еще и по плей визме идет ног юник по моему хотели тормознуть возле стендин переключите пожалуйста стендин что чтобы понимали стендин сейчас по идее вроде никого не доели до погиб только simsie он двоих нокнул стендин машиной сейчас спас двух своих тиммейтов в реплей да давайте роддайвансов посмотрим отлично когда у нас файт справа причем с участием тачек конечно я рад за ребят что они вы выехали в топ-4 будет супер круто это прям влажные мечты если в топ-3 у нас окажется ребятушки из снг это прям это очень влажно да очень но как мы понимаем что скорее всего это не произойдет что-то нам рассказывать понял холл сэмпай небольшое интервью не выбрали вот такие вот у нас вставочки на финальный игровой день пока что нам показывают как лутается команды rd а я не вижу чтобы kill fit продолжался разборками и шикаж и unique то есть команда без шикаж потерял одного игрока команда unique в полном составе но явно с потрепанными нервишками в этой ситуации да когда если бы не машина стендина могло бы все печально начаться ну ладно смотрим смотрим пойми рассказывать не уверен что-то очень интересное наверно то о том как строится принципе игра какие как как команды принимает решение куда ехать что для них хорошо что для них плохо ну а мы же не смотрим в лидерборд смотрим на прекрасного холл сэмпая на прекрасные фотографии на прекрасный как это сказать прекрасную чума серу где-то игре идет процесс этого лута просто летаем смотрим ну миром а как бы до профессии красиво хорошо что он последний это у нас киберспортивная тачка то есть гарантированный спаун машина у нас чума серии такой ликвид обрати внимание же 536 вот он реплей не боги а я вижу что у play with me был девайс и стендин просто на голову заехал симси и действительно он с первых он переехал во вторых спас свою команду двух игроков вот это вот это play действительно хороший play ребят молодцы главное оставаться вчетвером хотя бы до минуты пятнадцатой это прям супер важно в идеале конечно до лета доживать до самых последних кругов вчетвером чтобы чувствовать уверенность понимать что вы можете убить всех и забрать тот самый заветный топ-1 чикен диннер да да же не иногда нет но иногда да иногда может быть иногда зачем-то иногда непонятно но вообще да я согласен в общем что стоит отметить ликвид на 536 уже заехали в центр зоны мы видим что у джим за есть хороший зум на слор очки немножко потрепали там емте сам джимс получил подачу я так понимаю что игрок команды тим рейд айрах залутал у нас airdrop там же где-то рядышком тусили файзы то есть они могли вообще там с ликвид пересечься но ликвид не изменяет своим стандартам пять минут мы поехали а в г кстати говоря тоже еду тут емте пытается справиться с мотоциклом которого хоп вот этот димплей вот этим плей просто на уровне мкс и работает как раз таки вы и вся команда фейс клан там работает по айраху вот там еще и найцы проезжают айрах наверно уже сожалеет о том что побежал вот эти этот airdrop по нему там столько дэмэджа вливали что вряд ли там будет какие-то хит-поинты у айраха даже x1 прицела нету да найт приехали на в итоге айрах побежал знаете за и заезжает прямо на лицо команде тим рейди айраха там все-таки нокаут и beautiful death понимает то что в упоре есть как минимум один игрок видит дрейдона понимает то что дрейдон пошел куда-то левее дрейдон в опен филдин залетая там вот по затылку есть у нас ответный ног дрейдона пока что сразу команда тим рейди не добивает ну а найт сам бы наверное нужно подтягиваться но хотя вряд ли в дрейдон скорее всего сейчас скажет своим ребятам что по мне в спину работают фейзы и бах как раз таки дрейдона доезжает джемте минус колесо у техаса и у для техаса это скорее всего конечная остановка но вот найт ну вот ротация найт да вот на баги приехали встретили айраха затриггерились на одного просто парень в полфилде возле дороги остановились потеряли время привлекли внимание и ликвид и фейс потеряли одного ну текст тут может быть еще и поживет но без транспортного средства ну что мы здесь делаем вряд ли укрытие ноль обстрелять очень легко вот текса уже нокнули ой а там по моему в г крутят через юник и уже одозе штрафанул они к моментально у нас они к добили а в г должны по идее разворачиваться они кида понимаю ехал скаутил да мы видим что а в г дальше не едут снупик вот наверное он слепость мы ехали снупик и они к первыми снупик пролетел а они к сожалению высадили ну опасная ротация твг может быть так учился как будто не знакомы с таймингами unique при вот такой вот левой зоне то есть они ехали уверенно ожидать не это просто и уник задержались то есть самолет так как летел а в г упали без проблем а юником надо долететь взять тачки доехать на тачках у них там случилась драка драка сбивших этаж там все в doom их решил пострелять там потом файт все друг друга сбивают стреляют а не понимаю чё хрю и в конечном итоге полнейший бардак да и юнайтед заезжает у нас на гору над вале дельмаром из чумосеры команда red diamonds тоже куда-то в центр устремилась за чертой круга wild card и вместе с день это будут заезжать северной части accelerated gaming а в г и команда unique будут заезжать с южной его части в гоночки вообще wild card я в топ-16 из одного на и фильм очень интересного до envy через пикадо вот не было только вот развилки до чтобы они разъехались так кто-то за нами наблюдает все понял понял больше ничего такого не будем делать envy через пикадо залетают на край круга с нупик интересно то что заехал все-таки на нижнюю остров оптики такие о здорово тут форсаж снимают будем сейчас работать по wild card далеко от дороги прицелы видимо не самый хороший на это же там сути wild card и глубовато едут и как бы чем дальше они едут тем больше по ним стреляют как бы не закончилась поездка в лобби не прочекивают ничего просто катаются да это опасно но это быстро как мы с тобой видим они приехали в кем где у нас сидел арх да по нему настреливали там он побежал через дорогу его в конечном итоге убили но вот сейчас там сидят в лда окей ликвид на горе ведут пока что смотрят кто там куда заезжает потому что у команды ликвид горах высокая кирстке вайл карты прям под них заехали ликвид немножко затриггерились неаккуратно немножко поставили мирада скорее свое моментально приведут в негодность следующий шифт круга хорошо что мы ушли сразу от острова нижнего да замечательно круг уже лучше не хватало еще 50 на 50 и финальные круги валидельмаре горы это хорошо но но смотрю я на плотность команд и понимаю что ребятам которые за зоны в частности лидером команде unique сейчас будет проблематично ну то есть придется пробиваться сбоем скорее всего через кого-то да пробиваться сбоем можно и даже нужно поскольку это плюс поинт и плюс лот unique of четверо благодаря хорошему засейву от стендина невероятную конечно работу проделывать стендин на протяжении этого турнира и безусловно набивает себе цену такими результатами думаю наш цель организации unique задумается о повышении гонорара данного игрока учитывая текущие результаты не действительно когда ты выигрываешь турнир такой то это ну в этом ничего такого нет премию чтобы чтобы не с инициатива это же дополнительная мотивация да это очень хорошая крутая мотивация безусловно а в г принимает решение крутить через низ тем временем у нас игрокоманды united высаживает вака обстреливают с горы кстати дальняя такая дистанция может быть там вак сам принял решение остановиться но в любом случае первые киллы для united для гиса или гайса гис наверно то есть чтобы гайса созвучит кого не было пусть будет именно гисом и гигантом там где-то на краю самом-самом краю вали дельмара accelerated прямо через вали дельмар поехали интересно на что будут делать а вгс такой ротаться рд вряд ли что-то будут делать рд хорошо стоят у них гарантом под их контролем есть опция просмотреть что делать дальше случае там шифта лево-право вниз и так далее то есть у них обзор хороший для unique и а вг скорее всего вот как раз таки такой информации будет ее не будет банально ну а вага могут заехать на мост они потому что они куда-то через остров призан до крутят и как-то отмостатным попытаться там горы по скалу мост вообще никогда не контроли общение на так что тут не должно быть проблем ну более что они выезжают и выезжает там все лишь на одного игрока бешиктаж он один зажать не особо сможешь что-то тем более если девайсы не очень хорошие энви тоже в зону въехали над монтенуева дигнитос их так поприветствовали пулечками пух пули приветствия пули пули добра да ну и сейчас вот хорошо круг сошелся вот иногда бывает такое что все команды при при круге вообще ничего мог не делать то есть ребята которые остаются за кругом например за кругом также у нас будет этот великолепный магнифисент airdrop вот который вот потихоньку я где-то видел такое кино уже да то есть уже все а все понял не оставим здесь такой же дроп же не помнишь айвик и x15 где-то на такой же скале по моему нас справа только справа да ой ну кстати говоря дроп видят такие о привет кто там у нас за дроп отвечает как там его зовут валерова стандин я имею ввиду все все самое сложное самым крутым игрокам вот так а там еще влияет так у нас тут снопик заехал под бешиктаж под ультру как раз таки который здесь был один а зверин принимает решение пока что глубже туда не ехать и тормозит прямо возле эль гигантом но окей через мост едет макси зор вроде как в г пока что с комфортом правда будут ли сейчас кушки и микас поджимать они так перебежали в бетонке посмотреть что там будут делать а в г по зверину настреляли начинается настрел в ответ да но тут вся команда accelerated gaming а в г мы помним втроем потому что потеряли они как раз таки оника на ротации но вряд ли здесь какая-то команда сейчас ломя голову куда-то побежит может быть какой-то там entry ног или там даже два могут этому подспас поспособствовать ну а пока что и бах находит в ли это которого кстати говоря пытаются доесть и юник и файзы и дегнитос но в итоге дегнитос его и доели юник на краю круга уже нового круга а вот этот круг очень интересный такой левый опять же есть неиграбельная скала но сейчас начнется серьезная миграция справа rd уже поехали заезжает в кем под горой там не по их встречает файза сверху тим рэдди куда-то уехали не пытам еще рядом что делать и вг рэп пытаться как-то бешк таш выбить но это тоже сомнительная очень ситуация поскольку бешк таши сидят очень хорошо приятно что файзы сделали приятный нужный итог что вокруг возле гитары проводить ротацию опасно они скатаются по холмам как бы поближе к центру круга фактически даже в центре да да нашли тут лг-шечку хорошую но если сзади к фэйзам кто-то приедет потенциально это дегнитос то фэйзам тоже рэп вообще всем да интересная такая ротация и я вижу что сзади уже начинает потихоньку прилетать трассер и пуль моментально накидывается смоук тем временем и бьютифул дэс нокой джимса пин нокой гекси пошел у нас такой замес аккуратненький кстати бьютифул дэс с x2 между прочим дал дистанция не самая ближняя да и x2 на самом деле но он конечно относительно неплохто на на каре ну как бы кому-то цикла тяжело бывает стрелять в этом есть точек по которым можно ориентироваться но все равно бестолочь поагрессировал немножко не пы своего тиммейта прикрывает кстати бестолочь за это наказывает будут и добивать получится ли вот все команды там пришли бестолочь а спасать и по моему на лох и п он выжил некоторые игроки прибегают к такой интересной сейф страте они специально себя подставляют для того чтобы нокнутый союзник проигнорировал урон входящий и тут вот фейзы просто влетают в кемп к найтом фейзы безусловно читают киллфит и понимает что на это умирали до заезжают не в кемп и начинают файтиться однако вот волосик поймал максея с калашникова но расстрелял пока что максей нокнутый добить возможности нет очень аккуратно фоксик вокс воксик фоксик пикает чекает со своей вышечки такой двухэтажный ваня пробегает нового не скарель до неприятно подловили все-таки ваню и скорее всего воксик его будет добивать до минус ваня опять же таки пушится скарелью мда скорострельность очень низкая тебя перестреливает и акм и уж тем более м416 любые ппшки то есть прям ну очень плохое оружие для ближнего боя пока что на этой справляется с фейзами будут ли они делить эти маленькие домики я очень сомневаюсь через буквально минуты две думаю файт закончится нам сверху к юник приехали вроде как nv да у а в г будет сейчас драка у а в г была стычка с accelerate гейминг я видел то что зверин забрал одного точно при этом потеряли макси зора то есть по идее с нупик и зверин должны быть еще живы но там тяжелая ситуация есть ног опять же очередной от прайдов залетает по фас фейзу очень вот физика даже вот заезжаем на лицо у этому за разогревается хаешка баховака подловила миксея который выпрыгнул из окна зашел куда-то налево физи просто рассыпается в ситуации правда эти находит воксика и эти на самом деле может тут под засей ведь во первых себя и фас фейза который к сожалению уже погиб баховака вторым попаданием уже свои за не отпускает юник значит так минус а в г там какой-то жесткий молек прилетел да 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 я естественно показал что как будто хаешка так это где-то взорвалась да и вот взорвался килл фит но к сожалению accelerated гейминг на южной части круга в г закрыли чтобы делать rd rd хорошо стоят им главное сейчас не словить дегнитос спину до чтобы те как ты вы не вышли очень нагло и подловили кого-то одного не пы начинают пушить тимреди полетели красивые хаешки смоки пока что есть ног только по секс мод и его потратили столько всего чтобы его добить 8 гранат я считал ну не поуверенно в ну как бы но это слишком бешеная трата ресурсов конечно может быть думали что будут резать что будут выходить как-то прикрывать хотели еще кого-то подловить ну ладно окей решение это такое что дальше гэгэксис сковороду немножко помахал бывает соседство будет скорее всего у nip и тимреди если тимреди нокнуться скорее всего скорее всего запушит чего греха таить я думаю что да и сейчас могу же можно запушить знать довольно близко дистанция не покажет они столько что добили тимреди игрока окей там тем временем хайп нокнули мертв гунгар у нас смотрит первый этаж заход в бетонку через юник и а тут интересная ситуация как оптик оказались возле юник и кэпс уже нокнул стендина стендина моментально к 1 доел образовывается небольшой бутерброд в центре этого всего находится команда оптик бтр но как венера и туда тем временем accelerated gaming 15 место рэдди погибли не по их запушили получается 14 место для них втроё юник втроем envy хитрор один сзади у него есть ног на 3 тиммейт которого он уже точно не спасет там помогает вот странно то что эйдзи и кто у нас там у наиц оставался забыл я ник ну то есть последний игрок команды нации до сих пор там соседствует боятся в оксе крама оставались крама вроде да он видно крама хитрор на хитрора выходит кейден кейдена нокают интергейт настреливает в ответочку очень хочет добрать хитрора но не получается это глитч протекшн мешает добить хитрора но нет 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 все хорошо интергейт справляется но будет ли сейв кейдена нет не будет интергейт нокается от play with me sharp shot из команды вайлд карт дает ног по play with me и play with me добивают обидно очень обидно для юник вдвоем остаются у нас получается а доузи и мистер бтр тяжелая ситуация для них сейчас вайлд карты хорошо стоят хоть unique играли широко но очень круто вот то о чем мы говорили о том что вайлд карт умеют стрелять то есть у них как того турнир не заладился но при этом команда стреляет стрелять умеют но стратегия просаживается конечно очень сильно по сравнению с другими командами опять же таки ну нет какой-то супер крутой идеи но nokia тем не менее есть вот по одному залетела шарпшот душит просто со своего карабина liquid смотри зона не стали закрывать зная то что в спине есть игроки команды гиганты просто приняли решению своего спуститься вниз логично зона подождать за кругом конечно снова в новую в новый круг зайдут да у них даже их кем немножко в зоне они просто будут сидеть и банально просто потом чуть позже этих гигантом закроют ну либо их закроет вообще с другой стороны так хитрор дотек от дорогие это ультра бежит у него тут в спине поисковый отряд команды юнайтед четверо просто пытаются ультру по горячим следам найти ультра там мансит под скалой ультра вообще хороший камешек здесь он может принять допустим вот taylor g сейчас но нет 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 ультра занимается полнейшей фигней не не побоюсь этого сказать действительно не подсевит ничего просто решил выбежать на дорогу и умер что то есть вообще зеро идей просто номер вот смотри идея команды nip слышали стрельбу понимаю то что под горой вчетвером идут таким хорошим маршем тем временем гигантом погибли от ликвид пожили еще лишних 30 секунд ничего не отыграли по плейсменту айна и пи вообще принимает решение просто перебегать ой позиции реки ну все пошли сладенькие минус 1 2 лежит в арт его как раз таки но кает там у нас вегас тоже отправляется вдох на и пи создали нереальный угол и просто берег увидел четверых который там затем камешка то что-то делали погибает юнайтед вообще без вариантов даст маки успели раскидать но тут ссори а тут ликвид с другой стороны приходят кто тут беспредельничает ибитса добирает миреки сэмпти работает по гэкси варте нбс начинает крутить как в сторону сэмпти и джемпти ибитса просел ликвид скорее всего будут пытаться давить и найпи а и найпи по-моему хотят с ликвид пофайтится интересное решение то есть они уверенно поднимаются на гору там правда спину могут их расстрелять опасно да для непов очень опасно гэкси нокается варт уже прям супер нагло бежит с калашом на ликвидов ликвиды немного отступают однако ибитса возвращается и это было ошибкой шарпшот ставят очередной хоть шот скорика он уже двое хуй и найпи удалил это фантастика шарпшот жесткий минус крама джим забрал шарпшотик интерагейт вмешался в драку тоже ликвидов немножечко поджирает подъедает нормально тут у вайлдов стоит мотоцикл а почему нет сейф а можно конечно сидит у нас там эйдзи вместе с дигнитос дигнитос походу не в курсе интересный прыжок круга очень интересный а доузе мс разделились играет уже в соло вдвоем тут тяжело будет что-то скажем так показать да то есть сейчас уже мне кажется работа будет идти чисто по плейсменту рд должны продавливать дигнитос дигнитос там всей команды в одном доме но это дигнитос они либо сплетуются по одному либо в четвером водном доме сид подходит в упор залетела ему попадание по-моему от кого от кого-то ну от вайлкард скорее всего пин хоро вот это флик очень хороший флик от пина так все можно начинать пушить сид в упоре разогревать хаешки прайд помогает еще нокой танцевила дигнитос сыпется на ровном месте адам правда работает по пину моментально того нокнул до ел на кикстарт еще нокой партии остается один адам и адам здесь явно долго не проживет втроем рд разогреваются хаешки потеряли пина неприятно да но это на самом деле такая потеря ну уж лучше так но сид заходит к эйзи в дом если сейчас может наступить на неприятную змею что и происходит эдзи убивает сида бестолочь успел там тем временем нокнуть как таких старта не получается это дожать дигнитос дигнитос уже почти все разрезались ликвид поехали джемте см те заезжая 22 брата заезжают куда-то вот влг буду тоже там терпеть дигнитос кстати говоря усилиями адама разрезались и даже на улице можно поднять да они там в полном составе в итоге что мы имеем рд потеряли двоих это минус сид минус пин бестолочь великолепная стрельба минус два одним спреем разогревается хаешка чтобы сразу все это дело закрыть хаешка точно добьет одного даже двоих неплохо хороший момент хоть и два нока хоть и два нокнутых добрал но хаешка действительно красивая вот если пища он перди задел было вообще замечать да просто двоих добил а не произошло это скажем так у нас фантазии такие а тем временем да тут неплохо отхалдился игрок команды дигнитос прям под синей зоной и синяя зона его даже укусила в рд остается всего один игрок по идее это хала сенпай и он умирает тоже от эйзи топ-10 для red diamonds очень неприятный плейсмент все-таки нужно хочется доживать топ-5 хотя бы бешиктаж тоже у нас умирают отправляются не в топ-9 шарпшот продолжает настреливать скорейха я не знаю у него вместо кара наверно бластер что ли какой-то он прям супер круто как-то стреляет и как мы с тобой видим он на приличной дистанции метров 200-300 минималка шарпшот минимум семерых восьмерых точно нокнул да но киллов к сожалению только три вот это и минус работы именно со снайперской винтовки сложно добрать нокнутого моментально да 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 то есть именно очень сложно поскольку общий урон в секунду у кара низкий значительно ниже чем у аэрок то есть аэрок то они могут зажать и нанести сразу же колоссальное количество урона а у снайперок лишь преимущество огромное в том что ваншот в голову фулл хпшного игрока во вторую каску и на этом все мс у нас ползает я так понимаю мс остался один из команды а не 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 а доз вот у нас есть а доз видит у нас нв пока что не стреляет не решается открыть огонь выходит интерагейт чуть ли не прежде чем убивает а доза вот так вот неприятно они знали про его позицию видимо да карте они чекали его стоит отметить эйдзи который выжил в этом кимпе но вот это хаешечка от кикстарта похоронная скорее всего мы вон ее слишком не на 10 хп пробила несмотря на то что довольно таки близко взорвалась ну да а демиджа маловато как-то круг давит эйди придется выбегать на дорогу либо он либо эти будет перехиливать круг непые тоже страдают мс мс вроде в кайфе там рядом оптики только эйди выбегает немножко мансит у столба но это конечно же не помогает потому что столб тоньше меня и все минус фейс на седьмом месте у непов остался нбс у нас осталось ликвид вдвоем and we вдвоем баховака 1 мс 1 нбс из команды и на и пи тоже один и full стак команды вайл карты никого не теряли да они вчетвером их позиция в зоне нбс а должны там задушить по идее должны еще закрывать баховаку энви как раз таки либо вайл карты должны это делать по мс нету обзора вообще никакого главное не пустить баховаку в спину к мс а потому что я напомню что юник топ-1 оптик это топ-2 но оптик тоже такая карта не совсем так минус нбс окей баховака правда убивает мс а шарпшот чуть раньше бы он это сделал но видимо стрельба шарпшота подвела юник 5 место опять у них да все еще лучше чем файзы кайф оптики топ-4 не получится сократить дистанцию между юник оптика потому что киллов у юник я видел точно был один по моему они еще одного подъедали то есть и у оптик тоже нет не выдающийся была карта то есть по идее сейчас сильно placement вот топ-1 и топ-2 не поменяется потому что файзы тоже упали еще раньше чем и оптик и юник то есть они тоже свое отставание не нивелируют хотя у эйди было по моему 4 кила еще один был побольше кильчиков было да то есть может быть как-то за счет киллов они смогут чуть-чуть подсократить дистанцию но точно не не перегнать поскольку за плейсмент начиная от топ-5 вообще нормально что дается уже ну что у ликвид 8 киллов с mt джемпти буду сейчас стреляться против команды n винтера гейт и pet caps зона чуть-чуть на ликвид чуть-чуть на wild card хорошее попадание под капсом 24 минус голова с mt джемпти наверно такую ситуацию быстро реагировать и поднимать не будет помогает немножко команде ликвид хотел я сказать wild card и новая карта выходит и просто забирают джемпти две команды шарпшот просто mvp вот я наверно вы он фликнул сейчас в интергейт и попал в него через дерево уже понимаешь они уже смирились с тем что как бы ну в призовые места они вряд ли зайдут они были топ-16 перед началом сегодняшнего игрового дня уже играет свое удовольствие и мы видим что это топ-1 душой 9 киллов шарпшот просто сердечко отправлю просто с душой от играли заняли топ-1 причем изначально той позиции где просидели всю игру wild card там был айрах из команды team ready айрах там что убежал там полутал дропа бежал к своим в итоге сервер сразу и это непонятно опять разыгровка team ready но это понятно теперь те два команды опыта мало стра действительно а вот вайлда наконец-то показали то что они могут убивать но опять же ким тоже напротив быть честными просто прок 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 там последний круг немножечко ушел кимпа но они понимали ситуация страшно да они они понимали что энви неполным составом вышли просто по файтились покидали гранаты буквально за несколько секунд справились все гага эйди красавчик из фейзов да это мвп это мвп прям он пережил там два склада мвп это кикстарт шарпшот а шарпшот эйди но смотрите у него какая была ситуация изначально четыре в два я напомню файзы заезжали в кемп где сидела два игрока команды night это было самое самое начало в итоге в этой ситуации остался один игрок night и эйди потом приехали дигнитас пришли рд из и из всей вот этой заварухи вышел один эйди еще и 4 килла дал выживший выживший сурвайвор красиво правда красиво друзья закончилась карта наверное это последний миромар и самый валидольный миромар сейчас то есть мы все на валидоле мы все волнуемся и я рад что миромар заканчивайте давайте давайте разойдемся точнее в плане аналитики таких вот вещей следующих что с ликвидами что они там вообще творили а нормально все было ничего нормального не было ликвиды не смотри ничего нормального не было это правда я просто не смеялся от того что такие разные мнения я просто хотел по порядку начать ты как бы в общем сказала я думаю сейчас я тебя перебил продолжи пожалуйста а потом я хорошо я начну с хорошего давай давай хороший тайминг ротации да не боги тайминг они быстрее всех всегда приезжает конец они никогда не были богами тайминга ротации именно на этом хорошо как скажешь они всегда и на этом турнире они супер быстро делают это супер быстро быстрее всех однозначно боги да ладно на этом турнире хорошо же хорошо ну то есть как скажешь я и говорю как скажешь спасибо вот но это им не помогает они делают просто очень очень грубые ошибки они вчетвером находятся в Кимпе, где Ангар. Ангар еще в зоне, они просто идут на гору, знают, что там противник, и просто умирают от них. Вдвоем там заезжают, лежат там. Да, дожили до топ-3, но они могли вчетвером играть эту игру и выиграть ее. Причем Ликвиды понимали, что они могут попасть, скорее всего, в бутик, когда они начнут подниматься на гору. Да. И они попали под тройной бутик. Вспомни. Зачем вообще это делать? У них постоянно каждую карту какие-то мувы непонятные. Фраги хотят? Я не понимаю, что они делают. На их месте я понимаю, что они хотят фраги, у Северного. Что они делают? Они просто идут пушить будку, отдают Ангар. Ну, там, извините меня, хитрор хорошо покинул. Какая разница в целом? Готово интервью, друзья, мы продолжаем.